МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Вы смотрите Утро на ОТВ. Здравствуйте! С вами Елена Краева и Ольга Дмитриева. Оставайтесь с нами. Сегодня в нашем выпуске вы узнаете общественное наблюдение, как будет осуществляться контроль и хода предстоящих выборов в Одинцовском округе расскажем в нашем репортаже. Встречи с депутатами в Одинцове парламентарии ответили на вопросы воспитанников летнего лагеря. История со счастливым концом. В Одинцове прошла благотворительная выставка кошек и собак из приютов. Открытый стадион. Как реализуется губернаторская программа на территории округа, узнал наш корреспондент. Экстремальный велоспорт. Любители маунтинбайка из Немчинова поделились опытом поезда к нагорному велосипеду и рассказали о правилах безопасности. 19 июня 1899 года Николай II утвердил монетный устав в России. Так он завершил валютную реформу Сергея Витты. Устав объединил все законоположения денежной реформы, которая привела к ликвидации серебряного рубля как основной денежной единицы Российской империи. Какими еще событиями запомнился этот день в истории, смотрим далее. 2263 года назад, 19 июня, греческий ученый Эратосфен впервые в мире вычислил радиус Земли. Древние египтяне заметили, что в день летнего солнцестояния до дни глубокого колодца в Сиене, ныне Асуан, светит солнце, а в Александрии нет. Эратосфен использовал этот факт для измерения окружности и радиуса Земли. Чтобы определить, под каким углом Солнце находится на небе, он применил скафис, чашу с длинной иглой. В итоге ученый пришел к выводу, что Сиена отстает от Александрии на 1,5 окружности Земли. А в 2002 году, в этот день путешественник Стив Фоссетт, начал первое в мире одиночное, беспосадочное, кругосветное путешествие на воздушном шаре. Полет начался 19 июня и закончился 3 июля. Для создания аппарата, способного обогнуть земной шар, Фоссетт нанял команду экспертов, в которую входили люди, установившие рекорды дальности полетов на воздушных шарах. Стартовав из Австралии, Фоссетт через 14 дней, 19 часов и 50 минут вернулся в исходную точку. 19 июня отмечается Всемирный день детского футбола. Праздник появился в 2001 году благодаря соглашению между ФИФА и Детским фондом ООН. Основной целью его стала популяризация футбола и пропаганда здорового образа жизни. Всемирный день детского футбола призван вдохновить различные организации на предоставление детям всего мира возможностей для реализации своих талантов. Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день неспешной прогулки, Всемирный день мотоциклиста и День наблюдения за облаками. В этот день, в 1623 году, родился французский ученый и философ Блес Паскаль. Он изобрел гидравлический пресс и стал автором основного закона гидростатики. Также в этот день, в 1786 году, родился русский поэт, публицист и прозаик Федор Глинка. А в 1924-м советский и белорусский писатель, общественный деятель Василь Быков. Кроме того, свой день рождения сегодня отмечают советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Сергей Макаров и народная артистка России Наталья Селезнева. С 8 по 10 сентября в Подмосковье пройдут 12 избирательных кампаний, в том числе выборы более 200 депутатов органов местного самоправления и губернатора Московской области. В Одинцовском округе контроль хода голосования будет осуществлять общественная палата. Подробности в следующем репортаже. 12 июня в Московской области открылся штаб по общественному наблюдению за выборами, которые пройдут в сентябре этого года. Работу организуют по нескольким направлениям. Группа подготовки и координации займется обучением общественных наблюдателей. В работе примут участие председатели и члены общественных палат, а также лидеры общественного мнения региона. Наш президент всегда говорит, что легитимность выборов это святое. Мы в этом заинтересованы. Конечно, мы должны совершенствоваться, развиваться, поэтому появляются новые инструментарии, технологии. В Одинцовском округе контроль хода предстоящего голосования будет осуществлять общественная палата в рамках алгоритма, разработанного общественной палатой России. На нее возлагается большая ответственность в обеспечении прозрачности выборов на территории муниципалитета, а также доверие населения к их результату. Здесь очень важно обращать внимание на те требования по, скажем так, по открытости, требования по соблюдению прав граждан при проведении голосования, а также любые какие-то нарушения или неточности при проведении данной процедуры, конечно же, сразу будут фиксироваться и передаваться в штаб. Специальная группа наблюдателей будет следить за выборными процессами не только на избирательных участках, но и в соцсетях. А у самих избирателей появится возможность проголосовать, не выходя из дома. В Подмосковье будет впервые применяться система дистанционного электронного голосования. На федеральном портале Госуслуг зарегистрировано 5 миллионов 760 тысяч жителей Московской области в возрасте 18 лет и старше, что превышает 95% избирателей. Работа по формированию муниципального штаба и списка общественных наблюдателей начнется с конца июля. Основываясь на предыдущем опыте, их будет более 500 человек. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Работа с молодежью остается одной из актуальных тем для региона. Об этом на экономическом форме в Санкт-Петербурге заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Так депутаты Мособлдума Дмитрий Голубков и Лариса Лазутина встретились с воспитанниками летнего лагеря. Для ребят провели экскурсию по штабу Одинцовского отделения «Единой России» и рассказали об особенностях политической жизни. Материал Екатерина Крамар. На экономическом форуме, проходящем в Санкт-Петербурге, губернатор Подмосковья делится с молодежью опытом в области управления одним из самых развитых регионов страны. Андрей Воробьев отметил, что большое внимание уделяется учащимся, которые хотят побыстрее освоить профессию и заканчивают школу после девятого класса. Молодежь всегда несет новые идеи и мы стараемся прислушиваться к ней. Считаем, что симбиоз мудрых, опытных и молодых обеспечивает результат. Поэтому мне очень приятно быть сегодня здесь. Я всегда с большим удовольствием общаюсь с молодежью и готов ответить на все ваши вопросы. Отвечать на вопросы подростков и молодежи готовые депутаты. Об особенностях работы с людьми и помощи им они рассказали ребятам из летнего лагеря при Одинцовском центре эстетического воспитания в ходе личной встречи. Немножко поймете, что такое заниматься политической деятельностью, заниматься деятельностью по муниципальному управлению, по устройству, по улучшению наших территорий. Взрослый диалог и интересная информация по разным направлениям. Ребята активно задавали вопросы. Диана признается, ее всегда интересовала политическая жизнь и профессии, которые связаны с выстраиванием коммуникаций с людьми. Мне больше всего понравилось то, что мы могли задать любой вопрос, вообще абсолютно любой, который нас интересовал, то, что нам все подробно рассказывали и то, что мы встретились с реальными депутатами. Депутаты Мособлдумы рассказали ребятам о своем пути развития. Лариса Лазутина поделилась со школьниками своей спортивной историей. Каждого человека, спортсмена, прежде всего, делает не талант, а трудолюбие. И если вы будете действительно отдать себе спорту, то нужно понимать, что, конечно, нужно много тренироваться, если хотите добиться хорошего результата. Также ребята смогли узнать много нового о других сферах деятельности. Вот сейчас я возглавляю центр, который занимается созданием новых сортов гибридов овощных пультов. Вы овощи знаете? Кушаете ли овощи? Да. Овощи считаются самым экологически безопасным продуктом, который дает самое полезное вещество для развития вашего организма. В завершении экскурсии по штабу Одинцовского отделения «Единой России» депутаты пожелали школьникам быть активными, любознательными и участвовать в общественной жизни своего города. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». К 60-летию со дня полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в космос в культурно-досуговых учреждениях и библиотеках Подмосковья пройдут специальные показы документального фильма «Валентина Терешкова «Чайка и ястреб». Он основан на воспоминаниях ее коллег и близких друзей. Содержит эксклюзивное интервью Валентины Терешковой и Алексея Леонова, а также уникальные кадры кинохроники. Расписание показов уточняйте на сайте mosoblkino.ru Вход свободный. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Из-за предстоящей жаркой погоды подмосковные дорожные службы проведут аэрацию. Она способствует устранению пыли, благодаря чему улучшается санитарное состояние улично-дорожной сети городов. Также дополнительное увлажнение асфальта снижает температуру асфальтобетонного покрытия и вероятность деформации под длительным воздействием солнечных лучей. МОСТРАНСАВТО совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры области начали раздавать жителям и гостям региону бутылки с питьевой водой из-за жары. Для этого сотрудники выезжают на остановочные пункты, автовокзалы и автостанции с наибольшим трафиком. МОСТРАНСАВТО обслуживает свыше 1200 около 4000 автобусов, которые перевозят около 2 миллионов пассажиров. В 60 подмосковных парках для гостей работают 544 аттракциона, 285 детских, 219 семейных, 40 экстремальных. За неделю с 5 по 12 июня их посетили более 34 тысяч человек. В 24 парках оборудованы веревочные городки. Кроме того, на парковых территориях есть надувные батуты, гидродромы, детские игровые лабиринты, лазерные и обычные тиры. В 40 парках действуют скидки на посещение аттракционов для детей из многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, семей участников СВО. Чтобы воспользоваться ей, необходимо предъявить оригинал документа, подтверждающего право на льготу. В Одинцове прошла благотворительная выставка «Кошек и собак из приютов». Ее посетили не только местные жители, но и гости округа. Любой желающий мог пообщаться с сотрудниками, узнать историю понравившегося животного или забрать домой четвероногого друга. История встречи Рекса и его хозяина в нашем следующем репортаже. На Рафаминский приют для бездомных животных уже несколько лет официально закрыт для приема новых подопечных. Сейчас их численность более трехсот. Среди них не только кошки и собаки, но и козы, конь, осел, свинья, хищные и домашние птицы. Все те, кому когда-то пришлось пережить жестокое обращение или даже предательство со стороны человека. В работе приюта помогают фонды, узкопрофильные специалисты, ветеринары, юристы, волонтеры и просто неравнодушные люди. В частности, обработками, кормами, конечно, потому что протянуть, вытянуть такое количество животных практически невозможно своими силами. У нас в месяц уходит на закупку корма больше трехсот тысяч. В День России на центральной площади в Одинцове прошла выставка кошек и собак «Хочу домой», посетив которую, любой желающий мог пообщаться с животными из приютов, узнать о них больше или даже забрать четвероногого друга домой. Но истинную радость владельцы приютов испытывают, когда находят семьи для своих подопечных. Это шалопай Рекс. У него тоже была печальная история. Он был выброшен около одного из торговых центров и сбила его машина. Он, видите, ну, как все дети, да, до года собачка молодая, очень интересуется, очень ему хочется бегать и играть. Рыжий красавец Рекс с белоснежной голливудской улыбкой быстро завладел вниманием прохожих. Веляя хвостом, он приветствовал каждого, кто проявлял к нему интерес. В надежде встретить своего будущего хозяина. И нашел. Артем Куценко давно хотел взять четвероногого друга именно из приюта. Не раз предпринимал попытки, но что-то не складывалось. И, увидев Рекса, не смог пройти мимо. Мне все-таки в первую очередь нужен друг, а уже в другую очередь для охраны дома беру. Я очень занимаюсь активным образом жизни. Я езжу на фестивали, я хожу по лесам, и мне вот как раз нужен такой вот активный компаньон. Счастливые Артем и Рекс под напутствие окружающих покинули выставку вместе. Но по правилам приюта на притирку новых друзей им дали время и определили кураторы, которые первое время будет помогать человеку во взаимодействии с собакой и проконтролируют условия жизни четвероногого. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Переходим к новостям Москвы. В течение всего лета в столичных парках будут проходить групповые занятия по различным видам танцев и тематические вечера. Многие мероприятия будут организованы на открытых площадках и не требуют предварительной записи. Подробное расписание танцевальных событий будет доступно на сайтах парков. О других событиях в столице узнаем прямо сейчас. В столице пройдет фестиваль Российская креативная неделя Москва-фест. Представители технологического и креативного бизнеса из России и дружественных стран таких как Китай, Турция, Бразилия, Индия и Индонезия покажут свою продукцию и проведут деловые встречи. Для гостей фестиваля подготовили программу с театрализованными представлениями, киносеансами, лекциями, различными шоу и экскурсиями. Мероприятие пройдет более чем на 60 площадках столицы с 3 по 9 июля. В ближайшие дни в столице будет жаркая погода. Переждать ее можно в центрах московского долголетия. Здесь постоянно поддерживают комфортную температуру и доступна прохладная питьевая вода. Также можно почитать книгу или поближе познакомиться с деятельностью клубов. Особенно это актуально для горожан старшего поколения, людей с инвалидностью или хроническими заболеваниями. График работы центров московского долголетия с 10 утра до 8 часов вечера без перерыва и выходных. В Москве с 18 июня в два раза увеличат штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты. Это коснется всего городского транспорта. За безбилетный проезд придется заплатить 2 тысячи рублей вместо одной, а за неправомерное использование льготной карты 4 тысячи вместо 2,5. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, далее в программе вы увидите. Открытый стадион. Как реализуется губернаторская программа на территории округа узнал наш корреспондент. Экстремальный велоспорт. Любители маунтинбайка из Немчинова поделились опытом поездок на горном велосипеде и рассказали о правилах безопасности. 417 школьных стадионов доступны жителям Подмосковья для занятий спортом по губернаторской программе «Открытый стадион». Проект также реализуют и на территории Одинцовского округа. Где и в какое время можно позаниматься спортом, смотрите в нашем репортаже. Губернаторская программа «Открытый стадион» стартовала в августе 2021 года. Ее основная цель – доступ жителей Подмосковья на школьные и спортивные площадки в свободное от занятий время. Это удобные учащимся, которые могут заниматься спортом рядом со своей школой. Ребята и учатся, и спортом занимаются, и творчеством, и рисуют, и как-то себя самореализуют. Понятно, что в таком плотном мегаполисе терять время на передвижение, уходить из школы, ехать куда-то на другой конец города – это не очень хорошо. Поэтому и проект «Открытый стадион», и школа полного дня – она все следует отсюда. Беговые дорожки, уличные тренажеры, футбольные поля и площадки для игры в волейбол и баскетбол. Жители могут пользоваться всей инфраструктурой. В зимний период на спортплощадках планируется заливать катки. Один из таких многофункциональных объектов в Одинцовском округе – стадион, расположенный в Трехгорке, рядом с четвертым корпусом образовательного центра «Флагман» на улице Чистяковой, 10. Который уже второй год открыт для жителей нашего микрорайона по программе губернатора «Открытый стадион». Наш стадион открыт обычно в будние дни с 6 до 8 и с 18 до 22 с перерывом на наш учебный процесс. Ну и выходные дни с 6 до 22. Спортивные площадки, отгороженные от образовательного учреждения, имеют отдельный вход. По их периметру установлены камеры видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный регион». Плюсы такой спортплощадки отмечают и местные жители. Это очень удобно, когда ты живешь вот здесь буквально в шаге от стадиона, когда здесь все открыто. Можно прийти, с утра побегать, размяться. Я сама очень люблю спорт. Хочу сказать огромное спасибо губернатору за то, что он предоставил нам эту возможность. И мы теперь можем приходить в любое время года бегать, играть, пинать мяч. Всего в округе для занятий спортом доступно 24 открытых для горожан школьных стадиона. На данный момент завершается подготовка еще одного объекта рядом с 14-й Одинцовской гимназией. При этом модернизация спортивной инфраструктуры в Подмосковье продолжится и в будущем. Все устаревшие площадки и стадионы отремонтируют для удобства жителей, подчеркнул Андрей Воробьев. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Оль, а ты когда-нибудь замечала, что многие мужчины не любят ходить в магазин? Да, я уже задумывалась, почему в торговых центрах детские комнаты есть, а комнаты для мужчин нет. Они все время сидят на лавочках среди пакетов и что-то смотрят в телефоне. Сделали бы специальные комнаты для них со спортивными каналами, игровыми автоматами, шахматами, шашками и игровыми приставками. Пришла, прогулялась по магазинам с мужем, он устал, отвела его в такую комнату и все в порядке, все довольны. Главное, не забыть его, забрать оттуда. Это точно. Ну, я их понимаю. А вот ты когда-нибудь заходила в магазин автозапчастей или строительных материалов? Ну, это же скукотища. А теперь давайте посмотрим новости России. Выдруг уже где-то открыли такие комнаты? Владимир Путин наградил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову орденом Гагарина, учрежденным в мае этого года. Сообщалось, что им будут награждать за заслуги в сфере космоса. Полет Терешковой состоялся 60 лет назад, корабль совершил 48 витков вокруг Земли и благополучно приземлился в Баевском районе Алтайского края. Санкт-Петербург, Сочи и Москва стали самыми популярными городами для туристических поездок этим летом. Сочи бьет все рекорды по популярности, на него ажиотажный спрос. Средняя арендная ставка по России этим летом чуть больше 4 тысяч рублей за сутки. Это на 13% больше, чем было в прошлом году. В среднем туристы сейчас бронируют жилье на 5 дней и тратят на аренду почти 21 тысяча рублей. Прошлым летом эта цифра была на 7 тысяч меньше. Останки динозавра обнаружили ученые в Кузбассе. Это фрагмент крупной кости гигантского растительноядного завропода. Вероятнее всего, она относится к поясу передних его конечностей. Есть надежда, что на этом участке удастся обнаружить еще какие-либо фрагменты скелета. На подготовку к извлечению костей потребуется несколько дней. Все это время ее будут окапывать и пропитывать скрепляющим раствором, чтобы предотвратить разрушение. Маутинбайк – это экстремальное и захватывающее направление велоспорта. Спортсмены могут дать волю фантазии и выполнять различные трюки и прыжки. О том, как научиться кататься на горном велосипеде и о правилах безопасности, расскажет Екатерина Крамор в нашем следующем сюжете. Мы находимся в Мещерском парке и узнаем об одном экстремальном виде спорта – маутинбайк. Для катания нам необходима защита и базовые навыки, которые я сейчас покажу. Олег выполняет головокружительные трюки и умело спрыгивает с трамплина. За таким мастерством стоит не один год тренировок и, конечно же, физическая подготовка и профессиональный велосипед. Должен быть горный велосипед, но там все немножко сложнее. Велосипеды отличаются. То есть, если кататься прямо в горах, это один велосипед. Если кататься по трамплинам, то это другой велосипед. Есть, конечно, что-то среднее, но плюс-минус нужно смотреть именно, что хотите катать. В маутинбайке бывают и падения, поэтому необходимо подобрать качественную защитную экипировку и всегда соблюдать технику безопасности. В стойке вы должны ехать, смотреть, во-первых, прямо, чуть-чуть подсогнуть руки. Они должны быть и не напряженные, но и вас не должно болтать на велосипеде. И должна быть прямая спина. Все началось с того, что один американский студент решил скатиться на велосипеде с горы. Это и стало отправной точкой в истории маутинбайка. Уже в 1990 году провели первый чемпионат мира по этому виду спорта. Есть много гонок. Они и не совсем в Москве, есть и в Обнинске. Вообще по области много гонок проводится. Можно поучаствовать, просто как окунуться в дружескую атмосферу маутинбайка. Все-таки это хоть и соревнования, но все как бы друзья подбадривают друг друга, поздравляются с победой. Это занятие точно для тех, кто не из робкого десятка. Быстрота реакции, смелость и готовность к авантюрам, неотъемлемые качества спортсмена. Хоть этот вид спорта и не просто в освоении, упорные тренировки и советы профессионала вам помогут получить желаемый результат. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Слонам из зоопарка Великобритании нравится наблюдать за людьми. К такому выводу пришли британские ученые. Дело в том, что в присутствии человека слоны становятся активнее и общительнее. Хорошо воспринимают гостей зоопарка и пингвины. А вот другие животные, такие как ежи, сумчатые и земноводные, видят в людях угрозы и прячутся. Далее рубрика Новости мира. Подвесная монорельсовая дорога проходит испытания на горной станции Цзюфен в китайском Ухане. Максимальная скорость поезда 60 км в час. При этом он беспилотный и курсирует по воздушной трассе длиной в 10,5 километров. Состав вмещает до 200 пассажиров. Во время поездки они смогут наслаждаться живописными видами не только из окон, но и через стеклянные панели в полу. Поезд оснащен интеллектуальной системой безопасности с десятками датчиков, которые следят за исправностью всех механизмов и конструкций. В Израиле разработали новое средство от комаров с большим радиусом действия. Ученые утверждают, 99% москитов не осмелятся даже приблизиться к тому, кто его нанес. На разработку вещества ушло около трех лет. Новый репеллент состоит из двух компонентов индол, сам отпугиватель насекомых, обладающий резким запахом, и целлюлоза, при нанесении нанокристаллов которой комары садятся на кожу человека на 80% реже. Это касается и малярийных комаров, от укусов которых ежегодно умирают десятки людей. Новое средство планируют вывести на рынок в течение года. В результате велосипедной аварии в 2011 году 40-летний Герт Ян Оскам остался с парализованными ногами и частично парализованными руками. Но сегодня он снова ходит благодаря так называемому цифровому мосту между его мозгом и нервами под травмой. Мужчина принял участие в испытании. Его спинной имплант соединили с двумя дискообразными имплантами, вставленными в его череп. Сигнал по беспроводной сети поступал в компьютер, который Герт носил в рюкзаке. Тот его расшифровывал и отправлял информацию на генератор спинных импульсов. Примерно после 40 сеансов реабилитации мужчина восстановил способность произвольно двигать ногами и ступнями. И о погоде. По прогнозам синоптиков сегодня будет солнечная погода без осадков. Днем 22-24 градуса. Ночью до плюс 14. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции можно ознакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». Ну а если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро на ОТВ». С вами была Елена Краева и Ольга Дмитриева. Мы желаем вам прекрасного дня и отличного настроения. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин